Приветствую вас дорогие друзья, с вами я Анастасия Час. Сегодня 11 октября, вторник и это очередной обзор по основным валютным парам. Ну что ж, начнем мы с такого краткого анализа вчерашнего дня. Так сказать, обещали дождь, но дождь не случился, дождь не пошел. Я говорила, что главнее всего, вот волшебный индикатор, мы ориентируемся, потому что вот эти линии в течение дня, они смещаются, именно дневные. Недельные, они могут сместиться, но незначительно, несущественно. И вот недельные нам показывают в конце вчерашнего дня, но вот сейчас они сместились немножко, то есть показывают, что разворот недельный еще не случится. То есть возможно только на следующей неделе, либо да, в конце этой недели. Хотя что-то мне подсказывает, что есть вот у нас на сегодняшний день показывает, что будет продолжение дневного тренда нисходящего. И вот смотрите, куда мы можем прийти, если не увеличу. Вот куда мы можем прийти, где-то цель, вот она здесь, скопление мувинга, заканчиваются мувинги. Вот здесь оно где-то 108, 1, 108, 70, 50, вот где-то, где-то вот так вот, 108, 65, вот что-то такое. Ну, возможно и ниже кинет, скажем так, хвостик, да. Потому что, говорила, все остальные цели, вот они вверху. А пока что мы идем вниз и вот ориентир, если взять, переключиться на минутках, видите, мы пошли вниз, вот протестировали, закрепились ниже волшебного индикатора и вот только что сделали вот такие свечечки вниз, отработали. То есть пока мы идем вниз и предпосылок, чтобы развернуться наверх, не видно. Смотрите, потому что я вам давала, как, посмотрите видео с волшебным индикатором, лайфхак, да, волшебный индикатор. И там вы увидите и руководствуетесь вот в течение дня, вот волшебный индикатор на минутках. Видите на минутках, перешли, закрепились там выше или ниже. Соответственно, пойдем выше или ниже. То есть пойдем вверх, будет там восходящий тренд или нисходящий. Либо если мы туда-сюда, нету вот такого конкретного закрепления где-то, значит это мы флэт, ну такое болтушка, так сказать. Тогда в рынок не стоит лезть. Вот это относительно пары евро-доллар. Пока что я говорю вниз мы идем. Возможен вот до 100, я говорила до 108, 70, 65, вот где-то так. Ну а там, смотрите, граница, прорвемся, закрепимся ниже этого уровня, значит возможно еще ниже. Нет, либо мы можем сюда вот дойти до 111, вот сейчас пока, 111, 110, 90. И вернуться сюда вот сначала к линии дневной линии, это 113, 98, ну и возможно чуток выше, вот к недельной линии откат. Все возможно, вот сегодня в течение дня. Это была у нас пара евро-доллар. На очереди у нас следующая пара. Доллар-франк. Какие ожидания у нас сегодня по этой паре? Ну показывать, что дневной тренд восходящий, недельный тоже пока восходящий. Мы находимся выше волшебного индикатора. Цель на сегодня, куда мы идем вверх, сейчас посмотрим. Пока что, видите, тестируем линию дня. Все вот цели как бы остались внизу. Видите, мы дошли на днях до... До мувинга. И здесь вот очень важно, важный такой уровень, если прорвется, может быть ложный пробой, а если прорвется, откатит, закрепится, значит спокойно можно будет становиться вверх. Хотя на неделях мне показывают, что в скором времени как бы мы думаем разворачиваться вниз. Но посмотрим, повторюсь, что линии могут сместиться. Если недельные линии, они смещаются не очень существенно, то дневные могут сместиться. Да, внутри дня сложно все-таки предсказать движение. То есть мы цель на неделях пока что остается только вверху. Остальные все цели внизу, а на неделях вот цель вверху. Это у нас, где здесь волшебный индикатор. Но все зависит от того, вот прорвемся, видите, скопление мувингов. Прорвемся мы, значит пойдем вверх на 1, 0, 34, 50. Да, вот, что-то мне не хочет показывать. Ну, для того, чтобы это увидеть, надо, не очень хочет, но где-то так. 1, 0, 340, 1, 0, 3, 4, 50, вот где-то так, может чуть ниже. Вот такие ожидания у нас по доллар-франку. Ну, а если вниз, все-таки мы откатим вот от дневной линии, мы можем еще раз вернуться, протестировать вот сначала тоже дневную линию. Видите, скопление, в принципе, можно даже без этих линий, потому что скопление мувингов прекрасно показывает уровни, какие уровни есть и куда мы можем прийти. Вот следующий уровень, это тоже вот совпадает практически с недельной линией. Это, ну, только что показала и спряталась. Ну, где-то, возможно, откат, где-то 0, 981, 30, где-то вот здесь вот. Ну, и отсюда, возможно, дальше продолжение движения вниз, если оно прорвется вот ниже дневной линии. Ну, что ж, на очереди у нас следующая пара. Это пара фунт-доллар. Какие ожидания у нас по паре фунт-доллар? Ну, что ж, дневной тренд вниз, недельный показывает мне, что сегодня, возможно, вот в середине дня, во второй половине дня все-таки разворот будет. Хотя он и показывал вчера, но я повторюсь, линии немножко сместились. Вот, и вот сегодня все-таки, ну, как бы подтверждает, что мы развернемся. И тренд недельный станет восходящим. Ну, а пока что мы идем вниз. Пока что цель внизу. Сейчас посмотрю на днях, какая цель внизу. Но, видите, я повторюсь, что на днях была дорога открыта. Цель внизу, ну, возможно... Сейчас посмотрим, что нам показывает. Ну, цель внизу пока что остается 1.208.50. Ну, и посмотрим, что... Как дальше отработает. Остальные цели все вверху. Видите, все остались вверху. Пока что мы тоже идем вниз. Вот какую. Все цели вверху. Вниз свободное падение. Вот закрепиться ниже линии. Значит, опять вот, возможно, такую свечку кинет фунт-доллар. Довольно-таки сейчас непредсказуемо. Такие ожидания по фунту-доллару. Следующая пара у нас. Доллар и иена. Какие ожидания у нас по этой паре? Пара доллар и иена. Ну, вы видите, показывает нам дневной тренд восходящий. Недельный тоже восходящий. Мы сейчас, скорее всего, идем отрабатывать дневную линию. Скорее всего, мы идем вот сюда. Где скопление мувингов. Это где-то 103,560. Вот так вот, возможно, сюда. Ну, а возможно, и даже пробьем вот это вот скопление мувингов. И протестируем еще раз линию недельно. Это 103, где-то 438, 440. Вот так вот. Скорее всего. Ну, и, возможно, дальше продолжение движения вверх. Показывает нам тренд восходящий. Но внутри дня все может быть. Потому что, если вверх посмотреть, видите, на часовках мы вот волшебный индикатор пробили. И вот сейчас движение цены идет вниз. То есть откат идет к нему. То есть мы пробились вверх. Идет откат к нему. И все зависит от волшебного индикатора. Здесь пробьемся мы. То есть закрепиться. Вот его можно. Вот так вот. Закрепиться выше. Значит, будем продолжать движение вверх. Не закрепиться, значит, возможно, как я говорила, прийти дальше вниз. Еще раз даже можем сюда откатить. Все возможно. Но это только при закреплении ниже. Вот ниже. Сейчас посмотрим, какой здесь уровень. Где-то ниже 103. Вот, возможно, даже 103. С чем-то. Почему-то у меня тут ниже. Ага, ниже 103 и 418. Немножко у меня что-то глючит. Вот такие ожидания у нас по паре доллар-иена. Но сейчас вот 103, 418 закрепится здесь. Значит, будем дальше продолжать движение вверх. Потому что, видите, здесь достаточно такой уровень. И не только на часовках, но и на S4, на днях, да. А остальные вот цели, они как бы вверху находятся. А, и здесь же еще чуть-чуть ниже. Повторюсь, мы уже столько времени недельную линию. Вот волшебный индикатор на неделях. Мы его столько времени уже тестируем. То есть важный уровень поддержки. Вот такие ожидания на сегодня по основным валютным парам, друзья. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями. Задавайте вопросы. Я с радостью всем отвечу. Пока-пока. До следующего обзора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова